Я реагирую на преступления. И моя цель, моя конкретная цель, это с ними встретиться на очень ставки. Вот. Поэтому моя лексика... Так, Рафаэль, у вас, наверное, какой-то YouTube канал есть, да? Ну да. Сейчас я наберу. Собственно говоря, юристы, современные юристы, они... Подождите, давайте я просто хочу посмотреть, какой у вас канал. Как мне набрать в YouTube? В YouTube же канал, правильно? Ну да. Рафаэль Лайт. Сейчас, секундочку, ну просто подождите, я сейчас наберу. Да я могу вам скинуть. Ну или ссылочку скиньте, да. Это будет гораздо проще. Можете посмотреть. Да, просто хочу посмотреть. Я сейчас выложу серию роликов 2015 года, когда в отношении меня меня привлекли к административной ответственности. Смотрите, давайте... Я понял, Рафаэль. Давайте сделаем так. Вы мне скиньте прямо сейчас ссылку, чтобы я мог понимать, с кем я разговариваю. Потому что я могу думать о том, что я говорю с одним человеком, потому что у меня есть предположение, с кем я разговаривал. А могу ошибаться? Ну, а я вам говорю, что я Рафаэль Лешманов. Ну, а я Мамай Владимир. Да. Ну, понимаете, меня знает вся элита... Ну, а я, возможно, вас не знаю. В этом-то и суть-то и заключается. Поэтому я спрашиваю. Скиньте, пожалуйста. Да. Меня знает вся элита России. Ладно, если вам сложно, сейчас сам наберу. Вот так. Рафаэль Усманов. Просто, чтобы понимать, о чем мы говорим. Так, Рафаэль... Раисович, нет? Ну, да. Ага, вот тут какой-то YouTube-канал. Сейчас, секундочку. Нет, это, видимо, у вас. Значит, у меня два канала заблокировали. И YouTube делает вообще все возможное и невозможное, чтобы мои ролики не распространялись в видео. Я понимаю. Так, Рафаэль Лайф. Оно... А, все, вот, я вижу по-вашему этому, что вы мне писали. Да, все, отлично. Это же вы, да? Рафаэль Лайф. Да, совершенно верно. Все, прекрасно. Так, вот, посмотрю, как вы выглядите. То есть, я вот сейчас посмотрю. Вы мне, получается, недавно писали комментарии. Я сейчас посмотрю. Просто такой у вас этот ник. Просто там YouTube изменил вот эти циферки постоянно. Непонятно, кто пишет. Потому что, ну, вот эти символы идут какие-то. Ну, да. Сейчас я найду так, чтобы вас найти. Я вам на комментарии отвечал на какие-то, нет? Ну, да. Сейчас, чтобы найти. Просто помню, что смотрел я такое, что ты видел. А, все, нашел, вот. Ага, вот я вам все, все вижу. Это видео записи достаточно, чтобы влупили 15 суток. Я, значит, отвечаю, не сын, мы не боимся сиськи мясистой. Правильно? Все. Все, давайте, теперь давайте разговаривать. Окей, все, я понял вообще, с кем я разговариваю и так далее. Давайте начнем с того, что вы хотите до меня донести. То, что меня закроют на 15 суток? Ну, был бы я на месте судей вообще элементарно. Потому что вы предоставили им возможность, предоставили им все возможности на основании вашей видеозаписи. Например? Вот на основании вашей видеозаписи. Понимаете, вот в отношении меня и моих подзащитных практически невозможно провести судебное заседание, потому что мы даем объяснение по делу. И в рамках объяснений мы сообщаем о всех преступлениях, которые были совершены в рамках этих правоотношений. А вы вот предоставляете им возможность не давать объяснений по делу. По какому делу? Требуете, ну вот вы требуете, вернее вам пристав предоставляет протокол административного задержания. Вы начинаете говорить о том, что предоставьте мне копию протокола. И лишаете себя возможности прикончить их. Понимаете, когда вам дают на подпись протокол, вы же можете в нем выразить мнение по каждому важному абсценту. Рафаэль, вы юрист? Значит, я вам еще раз объясняю, что юристы современные не поднялись до моего уровня 97-го года. Потому что это вообще вещь нереальная. Я вообще не человек. Ну я знаю, вы психопат, правильно? Нет, я не психопат. Нет, я не психопат. Ну я же слышу, с кем я разговариваю, что вы мне начинаете рассказывать. Я же понимаю, с кем я разговариваю. Я людей читаю за три секунды. Ну хорошо. Мои чувства и эмоции не отключают мой разум. Не, я вижу, я слышу вас, как вы интонации варьируете, пытаетесь манипулировать. Но вы не ответили на простой вопрос. Вы сказали, что вы очень крутой. Да, совершенно верно. Так я и хочу понять, вы крутый в какой области? Я в области права. Право. Вы уловили ту мысль, которая у меня была, и что я их уже нагнул по поводу этого протокола? Значит, я понимаю, о чем вы говорите. Была ли мне предоставлена юридическая помощь? Да или нет? И настаивайте на этом. Протокол был состав... Послушай, Рафаэль, смотри, давай я тебе просто скажу прямо, конкретно, что в чем суть вот этого подловила, на чем я. Мне не нужно писать объяснение, мне не нужно лезть в эти дебри. Этот протокол, в принципе, несостоятельный, недопустимое доказательство, и он должен быть исключен из числа доказательств. Почему? Потому что, во-первых, он был составлен в мое отсутствие, без моего участия. С протоколом меня не ознакомливали. На видео все четко видно, непрерывная видеозапись о том, что чел пришел и стал требовать подпись. Он не решал вопрос об разъяснении до составления, мне прав и обязаны, чтобы я дал объяснение, дал ходатайство, заявил. То есть, этот вопрос не стоял, он просто пришел, даже не ознакомив меня с протоколов, не дав мне возможность написать замечание, ходатайство. Он сразу же начал требовать подпись. Я специально зацепился за защитника, чтобы показать вот эту структуру, что протокол уже был готов, и мне требовалось только подписать, либо не подписать. И тогда они ставят под эту отметку о том, что я отказался. Все. Значит, в суде вы можете сказать о том, что протокол был составлен с нарушением права на юридическую помощь. Этого вполне достаточно для признания этого протокола, доказательством не допустим, независимо от качества его составления. Да, я это не отрицаю. Мало того, я могу вам сказать, вам не разъяснили вообще ни одного вашего права. Вам не разъяснили ни одного вашего права. Знаете почему? Ну, потому что не было обратной реакции, как минимум. Что мне понятно. Потому что вам не разъясняли порядок осуществления прав. Вот когда не разъясняют порядок осуществления прав, это декларации, не разъяснение прав. И я достаточно подробно это все объяснил. Что часть первой статьи 25.1 КОАП, она не отвечает требованиям качества закона, верховенству права и необходимости в демократическом обществе. Потому что ее на практике невозможно реализовать. До тех пор, пока человек не понимает порядок осуществления прав, он не может реализовать их на практике. Они являются предметом нарушения. А это не делает никто и никогда. Потому что для этого нет юридического образования ни у кого. Вообще ни у кого. Это очень важный момент. Когда правоприменитель разъясняет порядок осуществления прав, фактически он разъясняет порядок нарушения прав. По этому поводу у меня есть видео, закроем кому-то тему о правах. И я это достаточно подробно объясняю в порядке уголовного судопроизводства. Но это не имеет значения, уголовное это судопроизводство, гражданское или какое-либо еще. Да, да, я слушаю. Мне просто, Рафаэль, хочу понять. Цель звонка, что вы хотите в результате? Просто пообщаться, что-то спросить, что-то узнать, что-то рассказать. Просто мне интересно. Вот сама цель, суть. Ну, мне просто интересно ваша позиция. Ну, если вам интересно, вы обычно, ну, человеку, которому что-то интересно, он слушает. А вы именно мне позвонили и начинаете рассказывать. Вы пытаетесь меня сманить на какую-то сторону, в чем-то убедить, показать, какой вы хороший. Или в чем? В чем суть? Нет, все дело в том, что, вот я посмотрел ваш ролик, все, что вы скажете, вы можете сказать, мне уже заранее известно. Потому что... Ну, потому что вы психопат. Я знаю характеристику личности. Вы самоуверенный человек, который не обладает определенными, скажем так, эмоциональными составляющими и так далее. Я прекрасно знаю вас. Я вас уже прочитал. Значит, я вам могу сказать, в моей самой маленькой библиотеке по психиатрии 448 книг. Ну, прекрасно. Решение Европейского суда я читаю в день их вынесения. Решение комитетов Организации Одневных Наций я читаю в день их опубликования. Поэтому... Мне надо что сделать? Рафаэль, что нужно мне сделать? Сказать, что вы молодец? Давайте я вам скажу. Вы молодец. Да, мне не надо это. А с какой целью вы мне говорите? С какой целью вы мне говорите, что вы на одной ноге суон там и тому подобное? Цель какая? Вот вы мне звоните, для чего это сказать? Ну, я хотел бы, например, почитать, какие тексты вы пишете. Что в видеоролике? Мне вообще все понятно. С юридической точки зрения. Я бы улучшил качество вашего общения. Ну, улучшите, улучшите. Это как бы... В чем проблема-то? Это мое общение. Это мое видео. Это, скажем так, я делаю. И какие цели там у меня заложены. Я думаю, вы можете только догадываться с учетом того, что вы очень умный человек. Проблема в том, что мир такой, как и мы сами. Вы создаете практику. Понимаете? Я все понимаю. Самое неприятное, что нужно уметь делать работу над своими ошибками. Многие этого не делают. Работа над своими ошибками. Рафаэль, вы мне скажите, вообще в чем суть этого ролика? Как ваше мнение? Что я сделал? Вообще, что на видео происходит? Вы же не видели полный ролик? Ну, вот просто неинтересно. Нет, я просмотрел вот этот последний ролик. Я весь посмотрел. Как бы тяжело он не воспринимался для меня, я его просмотрел весь. Но вы видите, что там присутствует монтаж? Вижу, да. Совершенно верно. Вы понимаете, что монтаж делается с определенной целью? Ну, с определенной, скажем так, и вообще поведение человека, который там на видео, да? Он ведет. Если вы видите хорошо людей, вы должны четко были прочитать, что там происходит. Вы считаете, что там кто-то производит какие-то юридические действия и тому подобное? Вы настолько не можете прочитать? Ну, если вы умный, у вас только книжек по психологии. Там о юридических действиях вообще не идет речь. Так я у вас и спрашиваю, цель этого ролика, вот просто можете оценить? Вот вы посмотрели ролик, как говорите, заставили себя до конца досмотреть. Какой вывод вы сделали? Что вы увидели? Что хотел автор сказать, показать, сделать, добиться и тому подобное? Что, цель какая у него была? Ну, цель показать существующий бардак. Ну, я вам могу сказать, что вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Мало того, вы же говорите о фальсификации протокола. Вы во всем ошибаетесь. Вы не видите саму суть, потому что вы не видите. Я могу вам сказать? Хорошо. Ну, да, скажите. Ребята решили помериться хуями со мной. Они решили спровоцировать, блять, провокатора. Вот и все нахуй. И они получили то, что они хотели. Значит, то, что они провокаторы, это не говорит о том, что надо помогать им. Фактически, вот если бы я был на месте своего судьи, я же не знаю, я был уверен, я уверен просто, что вот на основании этого видео судьи могли его вылупить 15 суток. За что? На основании вашего видео. Ну, конкретика. Давайте конкретно. Что, где, что не так с моим видео, что имеет признаки того или иного правонарушения, тем более на 15 суток. Значит, вас привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 17.3. Это говорит о том, что ранее вас привлекали к административной ответственности. Правильно? Это ничего не говорит. Значит, сама санкция части 3, она предусматривает привлечение ранее к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Рафаэль, я прекрасно знаю диспозицию этой статьи. Вопрос не в этом. Вы даже невнимательно посмотрели видеоролик. Вы даже невнимательно прочитали, что там написано. Я специально текст высвечивал в определенных моментах. Меня еще ни к чему не привлекли. Был только составлен протокол по части 3 статьи 17.3. А суд будет рассматривать мировой. И вот суд... То есть суд еще не рассматривал, да? Ну, конечно, нет. Вот они меня задержали. Они нарушили статью 27.3. Потому что необоснованно меня применили административное задержание. Потому что смысла в этом не было. Соответственно, я пришел в судебное заседание. На следующий день меня привезли в суд после ИВС. Я заявил одно ходатайство. Сказал, уважаемый суд, я нуждаюсь в защитнике. Мне нужно время. Ну, зачем? И все. Я вышел из суда. Время и возможность для подготовки своей защиты. Ну, естественно. Ну, судья немножко поумнее, чем те бараны, которые протокол составляли. Потому что в первом ролике, это же вторая серия, в первой серии я же им говорил, ребята, не лезьте в залупу. Дайте мне обязательства о явке на составление протокола. Я к вам приду с адвокатом. Просто посмотрите первую серию. Значит, лично я оказываю своим подзащитным помощь по видеосвязи. Ну, потому что я не могу, находясь в Литве, приходить на помощь в Ростов, летать в Ростов, в Магадан, в Сочи, в Нориес. Ну, это понятно. Понятно. Ну, я, допустим, частично тоже людям оказываю по телефону, по какой-то там связи, дистанционно так называемая связь. Ну, вот эту практику вводил я в 15-м году. Введение видеозаписи в судах, это благодаря мне осуществляется. Потому что я был первый в России. А сколько вам лет? И поэтому... Вы никогда не поверите. Ну, вижу, что вы спортивно, скажем, ну, по фотографии ориентируюсь, что спортивно, ну, наверное, лет больше 50, но выглядите, условно говоря, на 45. Я 2 километра проплываю за час. Ну, я говорю, что физически вы выглядите отлично, но... в хорошей, в нормальной, спортивной, в форме, так вот. Мужчина явно, что не молодой, потому что возраст все равно никуда не денешь. Так сколько вам лет? 67. 67. Ну, вот я говорю, что... Да, да, значит, угадал. Ну, в смысле, не угадал, прям, это суть, я понял. Ну, я могу скинуть мое участие в программе «Час Пик» в 97-м году. Вы можете посмотреть «Час Пик». После нашего разговора я обязательно вас погуглю, поинтересуюсь, потому что, судя по вашему голосу, вы очень самоуверенный человек. А это говорит о том, что у вас есть определенные характеристики, о которых я ранее озвучил. Вы же сами мне первый раз написали, что... Сейчас я прочитаю. Возможно смотреть... А, невозможно смотреть задвиги психопата. Ну, это же мой адрес был, правильно? Да, да. Ну, я ответил, зачем тогда смотреть? Ну, у меня же эмоции не перехлёстывают вообще никогда. Потому что их нету, потому что вы психопат. Я вас сразу раскусил, понимаете? Ну, хорошо. В таком случае тип психопатии никакой. Ну, у меня нету столько книг, сколько у вас. Со временем, когда мне будет, как вам 67 лет, да, может быть, я и отвечу на ваш вопрос. Но на данный момент, как бы, мне понятно, с кем я разговариваю. Мне вам сейчас что-то доказывать бесполезно. Почему? Потому что вы всё равно себя будете изначально считать умнее, чем я. Но я вам так скажу, что я тоже не лыком шит. Значит, вы мне покажите ваш письменный текст. Вот по письменному тексту я могу судить вообще обо всём. потому что для меня очевидно, что письменный текст, он отражает и интеллект, и эмоциональное состояние человека. Вы поймите, вы когда мне начали говорить о том, что давать замечания по поводу, что я там эмоции какие-то проявляю, вы настолько, как специалист в психологии, не видите, что я пиздец, как играю в открытую. Более того, где-то моменты я вырезал, где я просто этой истерикой говорю, что ну я с этими товарищами разговариваю. Спокойно перехожу на спокойный тон и разговариваю. Я им говорю о том, что ребята, вы сами меня хайпуете. Вы из меня делаете мученика и так далее. Это просто был ответ на ихнюю провокацию, провокации в квадрате. Не надо заниматься с человеком, который этим занимается профессионально. Хорошо. Благодарили. Ну слава богу. Вы поймите, что та эмоция, которую вы видели, это чисто эмоции. У меня тоже есть возможность контролировать себя. Более того, я всегда себя контролирую. То, что я там возбуждаю себя эмоционально, делаю какие-то выплески, это чтобы просто манипулировать человеком. Просто чтобы... Значит, когда я общаюсь с врагами, когда я общаюсь с врагами, то не спровоцировать меня невозможно, не развести на что-то. Меня раздражает это только мои некоторые подзащитные, которые мне не дают работать нормально по их делам. Они меня больше убивают, чем мои враги. Я понимаю, вам не нравятся тупые бараны, которые не умеют пользоваться 51-й статьей, которые всего боятся, которые нихуя не могут элементарного сделать то, что им говорят, закрыть рот, не подписывать. Я понимаю вас. 51-ю статью лично я категорически против применять 51-ю статью. Категорически. Потому что фактически любое уголовное дело можно разводить. Вот при существующей системе можно разводить абсолютно любое уголовное дело, если только давать адекватное объяснение. при условии, что человек способен на это. Но 99,9 нет таких людей. Для них золото заткнуться и ничего не говорить и ничего не подписывать. Чтобы за них это сделали профессионалы. Да, совершенно верно. С статьей 51-й необходимо пользоваться только для одной цели. Для получения адекватных консультаций. я об этом и говорил и после этого, конечно, это вообще не обсуждается. Потому что без юридической помощи, ну, собственно говоря, юридическая помощь, как и судебная, право на доступ к суду является гарантией защиты всех остальных прав. проблема в том, что у современных так называемых юристов нет юридического образования. В этом проблема. Вот взятие юридического дебила, например, Навального. В его окружении ни у него нет юридического образования, ни во всем его окружении нет. Результат он сидит. Только потому, что он юридический убил. Он не может, они никто вообще не могут нормально писать и излагать, формулировать. Это иллюзия умственной полноценности. Когда я слушаю, смотрю это все, а тем более, когда я читаю, я читал некоторые письменные декорки, это вообще ни в какие вороты не лезет. У меня возникает один вопрос, где они вообще обучали? Навального вытащить из тюрьмы вообще никаких проблем не представляет. Никаких. С юридической точки зрения. Вы думаете, он там как с юридической точки зрения сидит? Он там сидит совсем под другим параметрам? Я говорю о том, что с юридической точки зрения можно уничтожить все эти дела. они дали возможность, они дали своей тупости дали возможность с ним расправиться. Я говорю о том, что вот меня же стараются не пускать ни в судьбу и никуда бы то ни было. Ну, потому что все прекрасно знают. Вот я три месяца фигачу Ростов. Я их жизнь превратил в кошмар. За три месяца я жизнь Ростова превратил в кошмар. В чем это выражается и каким образом? Ну, вы можете посмотреть. Я говорю, что после нашего разговора я посмотрю не интересные люди нестандартной психикой. Потому что психопатов немного, процент маленький. Нет, их очень много. реальных психопатов очень много. Ну, возможно. Возможно. Но мне мало попадалось таких людей. Вот. Я вам что уже вам скинуть? Давайте я вам скину свой отчет о моей правозащитной деятельности. Вы сначала посмотрите. Посмотрим. Или все-таки полюбуйтесь расшистами на вашей кривосудии, когда меня пытались привлечь к уголовной ответственности и назначить применительные меры медицинского характера. Вы никогда не поверите, когда вы увидите это все, вы никогда не поверите, что это вообще может быть. Рафаэль, я вас раскусил за три секунды. Вы не думаете, что вы послушайте, вы не думаете, что вы такой бог. Я не бог, я просто лучший в истории человечества. Вот, об этом я вам и говорю. Бог это я. А все остальное, вот это все, послушайте меня, вот это все, вот это ваша интонация, вот это все. Ну, я вижу, да, есть у вас какие-то способности, да, опыта у вас побольше, и писали вы много. Да я вам объясняю, что... Да хочу объяснять, мне достаточно на человека посмотреть, мне достаточно послушать три секунды, и мне все... Я вас еще по комментарию раскусил, вы не поняли этого, что ли? А когда мне позвонили, я даже понял сразу же, кто мне позвонил, почему это происходит, как вы думаете? Вам не кажется это странным? Мне нет. Нет? Мне нет, я просто хочу найти человека, у которого бы я мог чему-то научиться. Ну вы нашли этого человека. Я каждый день учусь. Вот каждый день. Мы все учимся каждый день. Я в своем развитии не останавливаюсь ни на минуту, ни на день. Я просто знаю, что завтра я буду лучше, чем сегодня. Потому что я читаю с подъема и до отбоя. Я читаю и пишу с подъема и до отбоя. Да я уже понял, что вы мне позвонили рассказать о себе. Получить самооценку, подтверждение, утверждение. Вы увидели в интернете какого-то человека, в котором вы увидели, так сказать, какую-то там возможную силу, и вы хотите себя с ним сравнить. Ну сравнивайте, пожалуйста, мы с вами общаемся. я увидел, все, что я увидел, это я увидел. Понятно, я тоже все, что увидел, услышал, я услышал. Это четкое такое определение. А что вы увидели? Вы можете, вот я вас как-то уже чуть-чуть охарактеризовал, а вы можете меня охарактеризовать, кто я такой, мои цели, для чего я это делаю. Вот я могу это сделать в отношении вас. Если вам интересно, я могу рассказать, кто вы такой и так далее. Не сможете рассказать. Ну почему не смогу? Как минимум, могу наговорить и ошибиться. Поэтому я рассказать-то могу. Вопрос попаду, я не попаду. Да, да, у вас нет достаточной информации для того, чтобы... Мне не нужна информация. Я о вас не знаю ничего, абсолютно. Я о вас сужу, по тому, как вы уже много чего сказали. Все, я ваш, скажем, психотип уже прочитал. Ваши желания, ваши цели, ваши больные места, слабости. Меня Маркс еще в школе научил. Нет доказательств, нет предметов для разговора. вот я могу доказать каждую свою мысль. Докажите какую-нибудь одну простую. простую? Да. Окей. Мамаев. А, вот я вам скинул, как я участвовал, когда фальсифицировался административный материал. Скинули куда? Чтобы мне посмотреть. Ватсап? Свяжись со мной и обсудим. Вижу, ты тоже психопат. Сейчас, посмотрю, подождите. Так. Ну, я вам скину сейчас. Ну, ватсап можно скинуть. Мы же по ватсапу сейчас разговариваем. А, ватсап. Да, да, точно, точно. Голова, голову. Просто так удобнее будет. Да, да, да. Вот я вам скидываю отчет о моей правозащитной деятельности. Так. Отчет не подчеркиваю. Так, что-то конкретное маленькое обсудим. Отчет это надо читать, изучать, там, я не знаю, там, это столько книг, сколько вы прочитали, я в любом случае не прочитаю. Я не люблю читать. Да, это видео. А, видео. Ну, что, я видео сейчас буду смотреть. Вот, смотрите, скажите мне вот простую вещь. Я знаю, что вы не женаты. Вы не женаты? Нет, я перекалечивал стольким женщинам. Я знаю, что у вас нет друзей. Нужны ли они мне друзья? Вы понимаете, что я вас знаю больше, чем вы сейчас знаете о себе? Нет, ничего вы не знаете. Ничего. вообще. Хорошо. Откуда я знаю, что у вас нет жены? Откуда я знаю, что у вас нет друзей? Ну, потому что я знаю, а хоть мне друзья. Друзья. Нет, у многих людей много друзей, тем более в вашем возрасте и так далее. Я не степляю кустые черные мечты. Я только в скобках замечаю, что непрезренные колеветы на червяке воролем рожденные и светской чернию обозьенные, что нет нелепицы такой, не эпиграммы площадной, который бы ваш друг с улыбкой не повторял в тот крат ошибкой, а чем он за вас гороет, на вас окрыт, как родной. Мне еще Пушкин это все объяснит, чего стоят эти друзья. Я нужен друзьям тогда, когда им нужно решить их проблемы. Рафаэль, вам не кажется, что вы пытаетесь на любое мое, скажем так, попадание вам в точку оправдаться? Зачем? Вообще, зачем вы это говорите? Я не говорю, что это плохо, либо это хорошо. Ну, нет у вас друзей, ну, нет у вас жены и так далее. в чем здесь плохого? Вы другой человек. Я сразу обратил внимание на это. Да, блин, не вижу вас, не вижу вас в компьютере. 921-666-1. Ну, вы же как-то мне позвонили. Ну, я с вами разговариваю с смартфону. А, ну, значит, надо сначала меня добавить в телефонный справочник и только потом по поиску мне найти значит, вот в этой фигне. Но я тоже знаю, что если справочник не добавят, что фиг найдешь-то. Так, а если найти поиск по поиску? Так вот то-то дело, что раз я справочники нет у вас, то, скорее всего, вы меня не найдете. Надо сначала в справочник добавить. Все, 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 я понял. Все. Нашел. Так, это моя прозрачная деятельность. Да, все. Ссылка пришла. Моя прозрачная деятельность. А вот 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 полюбуйтесь расиста на ваши кривосудия. Вот я вам скидываю полюбуйтесь расистом на ваши кривосудия. Самое интересное в конце. Самое интересное в конце. ну, да, я тут смотрю на полтора часа, условно говоря, ролик. Это понятно. Так. Ну, это надо смотреть. Алло. 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 Ага, что-то сорвалось. кстати, я вас сразу предупреждаю о том, что я нахожусь под тщательным контролем спецслужб. Так, я вижу по вашему номеру, что вы звоните не из России. Это понятно. Это уже все просчитал. Нет, нет, дело не в этом. Дело в том, что я космическая головная боль для органов власти не имеет значения, где вообще. А для российской власти тем более. не поэтому они очень старательно не мешают общаться. Но я говорю, я посмотрю ваши ролики, там явно вы что-то такое видать против российских властей говорите, раз, вот даже по названию. полюбуйтесь расисты на ваше кривосудие. Правильно? Да, совершенно верно. Ну, с учетом того, что вы находитесь не в России, явно, что как бы тут что-то связано с политикой и вашими взглядами. Ну, Владимир Владимирович очень хорошо знает обо мне. И он сдрагивает при моем имени гораздо основательнее, чем при именах Навального и Ходорковского внестизия. А как вы думаете, а может быть вы немножко преувеличиваете? Ну, нет, я не преувеличиваю. Свою значимость? Нет, я не преувеличиваю нисколько. Когда вы увидите мои питерные тексты, вы поймете, о чем эти тексты. Кстати, я же могу скинуть и хотите я вам по юридической помощи текст скину? Нет, говорю, вы скиньте, я посмотрю. Просто смотрите, у меня есть ролик, я вот специально сделал для таких людей. Сейчас я вам его скину, сейчас только найду. Для таких людей, как вы, которые вот на эти тексты ссылаются и тому подобные. Сейчас найти меня надо его сначала. Вот я вам скину юридическое. Вот он этот ролик, сейчас я вам скину. я думаю, что он да, у меня тоже он достаточно длинный на целый час. Экспертизы вас интересуют? Что за экспертизы? я обобщил весь мировой опыт. Не, я говорю, я подсчитаю, мне интересно, но я сейчас не готов детально разговаривать, потому что вы какие-то большие пласты информации хотите обсуждать, а я не читал. Я могу что-то такое маленькое посмотреть, поговорить, что-то вот. вот я вам скинул сейчас тоже ссылочку. Вот смотрите, вот эту ссылочку я скинул, вот после нашего разговора, если вы посмотрите, возможно, вы поймете, как я отношусь к тем людям, которые живут в зазеркалье, которые думают, что можно изменить мир, написав что-то на бумаге. Да, совершенно верно. Я знаю, что можно изменить мир, написав что-то на бумаге. Да. Да, совершенно верно. Я это знаю хорошо. Вот этот ролик специально для вас, потому что я понимаю уже с кем я разговариваю, я понимаю, что да, у вас есть очень такие серьезные характеристики психопата, но вы может быть в силу возраста уже страдаете скажем так старческим маразмом, вы уже уходите от реальности. То есть вы верите в эти писанины, вы верите, что диаметр печати, какой-то указ, какая-то бумажка может изменить что-то, где имеет значение именно кто сильнее, кто у власти и так далее. значит, знание самое сильное оружие. Это мне было понятно еще 18 лет. Знание самое сильное оружие в мире. да, но при определенных условиях они могут не сыграть. Ваши знания дебилу, дебилу, вы не переложите у которого в руках пистолет или камень, он ваше знание, которое у вас в голове разобьет одним ударом. значит, я вам объясняю, что я единственный в мире в отношении кого было возбуждено столько уголовных дел, по которым потерпевшим проходили судьи и прокурор. Единственный в мире. Да это о чем? Это гордиться, как вот, я не знаю, чикатило, что я зарезал столько людей? И после того, как я давал объяснение по делу, ни у кого больше не возникало желания со мной встречаться ни на очных ставках, ни в судах. Ну, потому что психопат. Нет, не потому что психопат, а потому что с точки зрения закона я достаточно четко, ясно все объяснял. Дебилом. Дебилом, да, дебилом. Я вас в этом плане с вами полностью согласен. кругом одни дебилы, дегенераты, суки, которые не имеют права жить. Я это понимаю вас, я вас очень хорошо понимаю. Но среди всех этих дебилов, дебилов, да, вот на вас смотрит кто-то и думает вас, что вы дебил, конченый. Знаете почему? Потому что вы на самом деле пустое место. Вы думаете, что вы бог и ваш разум скажем так прожигает все. на самом деле... я думаю, вы измените свою точку зрения. Если мы встретимся с вами на очной ставке или в суде, свою точку зрения... В чем заключается очная ставка? Ну вот, хорошо, а если это будет не очная ставка, а там кафе и еще что-то, почему я должен изменить свое мнение почему-то на очной ставке либо в суде? Ну потому что на очной ставке нужно доказывать, а я не представляю, как вы собираетесь доказывать. Ну смотрите, мы можем имитировать там очную ставку, суд, вот мы с вами по телефону разговариваем, да? мы можем по видеосвязи пообщаться. Можем по видеосвязи пообщаться, кстати, вообще без проблем, можем стрим как-то замутить, думаю, интересно будет. Вот я пообщался по видеосвязи с правозащитником, который 20 лет паразитировал его, и я объяснил, что он из себя представляет, этот правозащитник. Да это понятно, это понятно. Рафаэль, то, что вы сейчас говорите, блядь, это не подлежит обсуждению, все конченые дебилы вокруг, ну, в том числе и я в ваших глазах, но так же, как и вы в моих. Мы в этом плане, я вам сразу скажу, чем-то похожи, блядь, это все нормально, это лечится, не переживайте, но не у всех, у вас это не вылечить, это у вас на генном уровне, понимаете, потому что, ну, вы такой. Значит, все лечится, вот я вам могу сказать, лоботомия, там понятно, там психиатрия, это все понятно, можно что-то вылечить, там обколоть и так далее. Нет, нет, не психиатрия, очная ставка, и суд лечит. Рафаэль, вам не кажется, что вы немножко циклитесь, отвлекитесь немножко. Ну, понимаете, мы сейчас не в суде. Мы встречаем, мы начинаем обсуждать что-то, и вам нужно доказать. Ну, давайте выберем какую-то цель и будем доказывать. Ну, только конкретно, здесь, ну, общие фразы, как-то мне уже, ну, неинтересно обсуждать общие фразы, что мы встретимся в суде, и вы мне что-то докажете. Так, докажите, что-то конкретное, вот, допустим, я с чем-то не согласен, у меня своя точка зрения, у вас своя, и мы поговорим. Я вам докажу обратное, ну, либо вы мне докажете, что я сомневаюсь. Да, да, совершенно верно. Какие вопросы будем обсуждать? Мы можем подсудить совершенно конкретные юридические вопросы. Ну, пример, я готов. Давайте, любой вопрос обсуждаем. максимально конкретно. я вам высказал свое мнение по поводу того, что необходимо было сделать в рамках вот вашего административного дела. я вам объясняю, что вы ошибаетесь. Я вам даже объясню, почему. Мало того, мало того, меня интересует, вы будете вести видеозапись судебного разбирательства? конечно. У меня ролики все из судов максимально все. Даже если мне там по какой-то причине, ну, мало ли запретят, там еще, я все равно буду фиксировать это как минимум на аудиозапись. Как минимум. А я фиксирую все на видео. Вы можете посмотреть видео процессы. Да я понимаю это. Я тоже самое делаю. Если вы внимательно изучите мои видеоролики, вы поймете, что даже когда мне судьи запрещают, мы все равно их фиксируем. Я ли это делаю, либо другой человек. Я это все за видео. А? Всех. Потому что я написал главу видео 10 и объясняю, что публичные правоотношения регулируются законодательством противодействия коррупции. Да это все понятно. У меня есть шаблон этого ходатайства, праве на видеосъемку и тому подобное. Мы, блядь, живем в реальности. Ну похуй этим судьям. Там сидят точно такие же сидят там судьи, как вот этот дебил, дегенерат пристав. Абсолютно разница никакой. Значит я веду видеозапись. Поскольку мне законно предоставляет право осуществлять видеозапись, поэтому никто мне не может запретить осуществлять мое право. Для меня очевидно, что любой правоприменитель обязан обеспечивать осуществление моего права. Моя обязанность всего лишь сформулировать, какие нормы права регулирует рассматривание правоотношений. А обязанность правоприменителя привести мотивы, по которым он отказывается подчиняться, подчиняться этим нормам права. Обязанность правоприменителя. Рафаэль, спуститесь на землю. Спуститесь со страниц вот этих ваших книг, бумажек текстов. Спуститесь. Вы все красиво правильно говорите, абсолютно все хорошо, но вы поймите, мне похуй. Я буду делать так, как я считаю нужным, и вы будете мне подчиняться. Значит, в Москве, когда в отношении меня пытались сфальсифицировать административные материалы за то, что я вел видеозапись, они прошли через один суд, и все, в Москве больше мне никто, нигде не препятствовал введению видеозаписи. Никто, нигде. Рафаэль, вы рассказываете аналогию со мной. Значит, я единственный, кто пришел к Солопову. Знаете, кто такая Солопова? Да я не знаю, мне это неинтересно. человек, наверное, какой-то, да, Это председатель Тверского суда, это председатель Тверского суда. Вот я ее даже снимал. Есть единственная запись, когда я к ней пришел. Просто меня привезли, я вспомнил и пошел к ней и снимал ее. Рафаэль, можно я вас похвалю? Любого другого адвоката, любого абсолютно другого адвоката, там бы просто разорвали. А так как я Солопова писал, что она мразь, что она тупая, поэтому она знала, с кем мне дело. Рафаэль, можно я вас похвалю? При одном маленьком условии, при условии, при маленьком условии, вы дадите мне минутку, я вам скажу, вы мне рассказываете то, что я и так знаю. Давайте я вам скажу просто одну простую вещь. Меня тоже никто не трогал, потому что психопатов не трогают. Я единственный в городе Мурманске не носил ебаный намордник. И никто меня не трогал. Я единственный в колонии не носил намордник. Вся колония из начальства приходила и смотрела как это может быть? Почему он его не одевает? А как вы думаете, почему были прекращены вот эти вот... А кстати, кстати, а вы знаете, каждый кто попадает в СИЗО пользуется результатами моего труда. Каждый кто попадает в СИЗО. Мы вообще должны благодарны быть за то, что вы существуете. Это я уже понял. Можно это 10 раз не повторять. Давайте это запишем в аксиомы под цифрой один и не будем к ней возвращаться. Это гежу понятно. нахуй давайте сразу же скинем часть разговора с этой темы. Просто это будет уже у нас где-то там в подкорке прописано. Теперь что-нибудь другом поговорим. Хорошо? Хорошо. Ну просто как-то знаете начинает тошнить укачивать когда мы говорим что вы все сделали а мы неблагодарны до сих пор не можем никак вам памятник поставить при жизни? А мне поставят после моей смерти? Не все говорят так естественно все это пункт номер один не возвращаемся все все обсудили будет памятник все будет обещаю при жизни поставят все зайдись будет не переживайте нет при жизни мне не поставят при жизни мне не поставят ну это дебилы не поставят а те кто вас понимает то что кто-то вас верит там уже они стоят просто мы не знаем памятники уже готовы стоят где-то там в подсобке ну просто никто не знает боятся просто вытащить их на вид кто считает то что я пишу потому что если считать и применять то что я пишу то можно развалить любое уголовное дело. Да, да, это мы поняли. Все. Кроме этого, с чем вы можете еще, ну, скажем так, ну, не похвастаться или что рассказать? В чем ваша, скажем так, вот суть, сердцевина? Что вы хотите донести людям? Что вы хотите мне донести? Либо получить? Я хотел бы изменить практику, систему, сломать систему. Как? Я не хочу. Как вы можете своим маленьким кулачком сломать железобетонный, блядь, мост? Или там что-нибудь в этом роде? Как? Ну, например, я своим маленьким кулачком, когда мне было 25 лет... Пунктик номер один, давайте не будем возвращаться. Разгоняло толку 10 человек. Да это понятно. Вы посмотрели в глаза, они все обосрались и все. Это психология, я знаю, можете мне не рассказывать. Я это знаю. Чем крупнее шкаф, тем громче падает. Это все понятно. Витя Рыбаков, например, который семикратный чемпион Советского Союза, трехкратный чемпион Европы. Блядь, опять мы возвращаемся к этому всему. Меня научил, например, бить по печени. После этого у меня была любимая коронка этой левой. Рафаэль, а вы можете вообще вести разговор, не связанный с словом «я»? Давайте мы будем говорить... Обо мне, давайте лучше обо мне поговорим. Вот я пиздец-пиздатый такой, а вы все «я», да «я». Давайте обо мне. Сколько видеороликов вы моих видели? Я сейчас посмотрел только один. Только один. Вот видите, как-то уже, блядь, и хуй о чем поговорить можно с вами. Потому что вы, блядь, обо мне ничего не знаете. А по одному ролику не судят о людях, правильно? Ну, например, Татяшвили, когда я посмотрел, я посмотрел несколько роликов его. Один ролик мне понравился, как он заявлял «Отвод». А когда его привлекали к административной ответственности, и он сообщал о преступлении, то мне было понятно, что у него с юридическим образованием просто космические проблемы. И после этого я не перестал смотреть. Ну, это понятно. Вы меня перестанете смотреть, потому что я... Мы все убогие. Вы понимаете, вы никогда не найдете человека, который лучше вас. Ну, блядь, это невозможно. Вы это понимаете? Что вы обречены, блядь. Вы обречены мучиться, блядь, постоянно. Я хочу найти человека, который бы был лучше меня, у кого я могу учиться. Нет, смотрите, я-то вам могу сказать, что вы уже нашли, но вы это не воспринимаете. Вы все равно будете говорить «Я, я, я». Нет, не нужно. Вам нужно признать, признать, что перед вами, сейчас вы разговариваете с тем человеком, которого вы, блядь, так долго искали. Мне нужно посмотреть на ваши письменные ответственности. Блядь, вам надо на письменные. Да я вот перед вами, я с вами разговариваю. Что вам еще нужно посмотреть? У меня хуевый почерк. Я, блядь, делаю ошибки, блядь, в предложениях. И тому подобное. Это не имеет значения. Ошибки – это не принципиально. Для меня принципиальным является правооприменение. Ссылки на те нормы права, которые регулируют, просматривая правоотношения. Ну, вы понимаете, что такое применение законодательства? Это, ну, скажем так, способности человека копаться вот в этом дерьме, выискивать какие-то нюансы, так сказать, вот эту цепочку логическую строить. Только и всего. Нет. Ну, нужно правильно применять. И по этому поводу у меня фактически целая диссертация. Ну, да, опять пунтик номер один. Давайте я буду говорить просто пунтик, уже не буду, понятно, что. Как только я говорю слово пунтик, это значит, все, мы опять едем в ту сторону, что, кажется, говорим о вас. Точнее, даже не то, что говорим, вы сами себя хвалите. Заметьте, вы сами себя хвалите. Не люди, а вы сами себя. Мы говорим о правильном. Право применения правильном. Это с вашей точки зрения. С вашей точки зрения я... Отчасти, ну, что значит с моей точки зрения? То и значит, что у каждого есть своя точка зрения. Даже у конченого дебила есть своя точка зрения, вот эта примитивная, блядь. Который только пожрать и посрать. Вот у него даже тоже точка зрения есть. Значит, я говорю о правильном право применения, конкретном... А я говорю не о правильном право применения. Хорошо, пускай будет так. Что такое правильное? Правильное, это норма права, которая не приводит к абсурдному, неразумному результату. И уж тем более они не приводят к преступным результатам. Ну, а что такое преступный результат? Что такое абсурдный результат? Это все относительно. Вы когда-то могли поверить, что... Послушайте, вы когда-то могли поверить, что наши люди, блядь, оденут себе на голову вот это дерьмо и будут ходить в этом, блядь. Как дебилы, блядь, конченые. Вы думали об этом когда-нибудь? Это разумно, блядь? Это что происходило в стране, блядь? Эти дебилы сейчас ходят по улицам. Некоторые из них также продолжают на морднике носить. Это кончило, блядь. Но с чего вы взяли, что это только в России? Это по всему миру было? Нет, я не говорю, что это в России. Я говорю, что это просто, блядь, ну... Где мы живем? Это уровень интеллекта. Это их уровень интеллекта. Они, да, показали, что из себя представляют основная эмоция. Ну, так вы сделали выводы? Я не могу. Что таких, как мы, очень мало. А вы говорите, что таких, как мы, дохуя. Да нет, у нас много. Нет, блядь. Ну, я это знаю. Ну, я вам доказал точку зрения, что, блядь, нас мало. Мы исключение. А вы изначально сказали, что нет. Это нас много. Нет, я не говорю, что нас много. Я не говорю. Ну, я же писал заявление о привлечении к уголовной ответственности депутатов Госдумы, Путина, Билла Гейтса. Это же я писал это заявление. Это же мне придется закрывать эту тему. И доработать это заявление, вот, я на этой неделе его доработаю. И по новой запущу. Рафаэль, а вот такой вот вопрос. Вот вы про психушку говорили. А вы там находились? На лечении, имею в виду. Конечно. Ну, да. Путин меня... Как долго? Они же не могли по мне расправиться. Как долго находились? Они же не могли со мной расправиться. Это понятно, там, это, Наполеон, вся хуйня. Как долго вы находились на лечении? Вы сбежали или вас выпустили? Как все происходило? На лечении я не находился ни одного дня на лечении. Мне нечего было лечить. Ну, а по какой причине? То есть, это экспедиза проводилась на там... Значит, я вам объясняю. Психиатры со мной о психиатрии не говорили с апреля 2002 года, когда я прочитал на три учебника, всего три учебника по психиатрии. Рафаэль, вы заметили, что вы не можете отвечать на прямые вопросы? Заметили? Ну, я вам отвечаю. Меня держали за пределами всех широков. Вообще за пределами всех широков. Психиатры со мной... Они не знали, как от меня избавиться. Рафаэль, какой вопрос я вам задал? Меня Путин со своей бандой... Путин, Путин со своей бандой. Какой вопрос я вам задал? Почти 11 лет. Почти 11 лет. 11 лет вы находились в психушке. Правильно я вас понял? Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот вы понимаете, насколько вы постоянно меняете свою точку зрения, позицию и так далее. Знаете, вот как вот уш на сковородке. Хотя, как бы, неправильно это будет сказать, потому что вы думаете, что у вас все логически построено верно. Вы до этого сказали, что вы ни одного дня не были в психушке. А теперь вы говорите 11 лет. Значит, я ни одного дня не лечился. Не лечился. А что вы делали 11 лет в психушке? А меня просто казнили. Ну, вас, с вашей точки зрения, казнили, а они лечили. Они вашу жрачку подсыпали, порошки, хуешки и такому подобное. Даже если вы там отказывались от колоться, хотя хуй там вы от чего откажетесь, привяжут и уколят за 11 лет, да? Да. Ну, вы считаете, что вас там пытали и все остальное. Ну, они считают, что они лечили. Это понятно все. Ну, вот нет, вам непонятно. Психиатры не знали, как от меня избавиться. И когда я вышел, когда я вышел, я начал предъявлять иски. И говорил, покажите мне хоть одно заключение психиатров, которое отвечает требованиям, которые предъявляет психиатрия. Покажите мне хоть одно судебное решение, отвечающее требованиям законности, обоснованности, мотивирования. Рафаэль, я правильно вас понял? Вот эти 11 лет, когда вы там находились, вот как раз это тот период, когда вы много чего прочитали. В том числе про психиатрию и так далее. Про психиатрию я начал читать, когда юристы со мной не могли расправиться по уголовным делам, где потерпевшими проходили губернатор Магаданской области. Это было до психушки, во время психушки, после психушки? Когда это было? Когда вы начали изучать психиатрию? Ну, после того, как меня признали невменяемым, откровенно, вообще запредельно преступным. То есть до помещения в психушку, правильно? Я пошел в библиотеку. Вопрос прозвучал очень простой. Вы не отвечаете на вопрос. Я вас спрашиваю, когда вы начали изучать психиатрию? До психушки? До 11 лет? Или после? Я вам говорю о том, что вы начали изучать эту тему, находясь уже там. Ну, до и находясь уже там. Нет, до. Это, значит, они выставили мне диагноз 22 декабря 2001 года. После этого я вышел и пошел в библиотеку. Стал изучать. Но уголовные дела-то, они сфальсифицировали. Им надо было как-то их доводить до логического конца. А с моим участием они этого сделать не могли. С моим участием они это сделать не могли. Меня отправили только тогда, когда меня выбили из процесса. Только тогда. Рафаэль, понимаете, что вас сделала жизнь именно таким? Вы сейчас рассказываете о своих травмах, правильно? То есть... Почему травм? Ну, потому что вот это знание законодательства, вот этого всего, это в ответ на то, что вы столкнулись вот с этим беспределом и пытались доказать, что вы нормальный человек. Я вам объясняю, что я в 97-м году, в 97-м году, задолго до того, как меня туда поместили, уже достиг тех вершин, которые современные юристы не достигнут никогда. Ну, наши современные юристы это вообще пустое место. У меня было 100% оправданных, 100% оправданных, кого привлекали к уголовной ответственности. 100%. В 97-м году. Даже тех, у кого изымали вещдоки, и кто писал явки с правильными. В 96-м году я создал практику обжалования в суд действий следователей и прокуроров. Это появилось в законодательстве только в 2002-м году. А я создал практику в 96-м году. Ну, я поизучаю, говорю, мне интересно. Интересно. Когда в отношении меня возбудили первое уголовное дело, ну, собственно говоря, вот отчет на мои правозащитные деятельности, там я все рассказываю. я стал изучать права, и через полтора года я жизнь всех судьи и прокуроров Магадана превратил в кошмар. потому что я вам говорю, с утра до вечера я только читал и писал о работе. Просто вот эта наглость, как в отношении меня фальсифицировалась, это меня настолько поразило, что я сказал я не сдам с ним. И сейчас вот вы меня 11 лет казнили, я хочу только одного суда. Ничего другого мне в этой жизни не надо. Суда я хочу. чтобы все ответили. Я буду идти к этой цели. Рафаэль, я вас очень прекрасно понимаю, потому что я очень похож на вас. Я знаю, о чем вы говорите. Я знаю, кто вы, потому что это я дурацкий, что думали, что они выносили свои решения дурацкие, но я же писал свои жалобы. Я говорю, давайте мы сопоставим мои жалобы и ваши решения. вы 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 науч об об основании, а вот ваша паранойя, которая не имеет никакого отношения к науке. рафаэль вот такой вопрос а может быть а смыслы есть им что-то доказывать а может быть проще это можно сделать вот невозможно проще и путлер это знает он мне должен заплатить миллиард мне деньги нужны я могу бросить вот вы понимаете у меня одежда на 100 лет я могу все бросить вообще потому что он меня к этому приучил когда забрал у меня все имущество и документы я могу вообще бросить в любой момент все я понимаю вы ничего не боитесь потому что вам нечего терять вы не боитесь ничего потерять потому что у вас нет ничего почему нет ничего это образно понятно что у вас что-то есть и все остальное я не про это говорю вы не боитесь это потерять для вас это не представляет никакой ценности абсолютно для вас имеет ценность ваши взгляды ваши принципы и страшное желание отомстить убыку уничтожить ублюдков но вот у меня поэтому вас к вам вопрос простой вопрос да блять не унитур не уничтожить их правом и тому подобное а может проще просто блять ебануть дырку в башке сгена ну я не знаю я сейчас не про конкретики я вам объясняю я вам объясняю путин лично принимал по мне решение путин лично принимал по мне решение потому что я для российской власти реально как кошмар был с 2000 года когда я баллотировался на должен губернатор магаданской области со мной невозможно было договариваться это я все понимаю деньги для меня не имели никакого значения смотрите я понимаю что вы не умеете проигрывать я это понимаю вы будете до последнего до гробовой доски пытаться что-то сделать у меня к вам вопрос на данный момент что вы хотите никто вам не будет платить вот вам говорят да не вы не ставите условий что значит либо кому вы ставите условия пудлеру его банди пудлеру его банди да им плевать послушайте вы не в том положении чтобы ставить какие-то условия вы значит я его раздавлю законом как букашка он букашка перед законом ноль он со всей его бандой вот это и и пугает что вы вроде здравомыслящий человек а сейчас просто какую-то откровенно фигню несете но почитайте то что я пишу и когда я почитаю я почитаю но я вам просто говорю что вы поймите что есть вот есть такая поговорка да там моська лай там на слона это там басни крылова да пуху слону на эту моську вы поймите что сейчас сейчас вы далеко блять не слон значит я мог остаться во франции если б только выполнил условия не встречаться с российскими властями по мне принимаются политические решения на уровне правительства по мне не принимаются решения в соответствии с законом это все понятно вы сильный человек все это понятно но не об этом речь сейчас не идет понимаете я вас идет о том что не хочу встретиться с причинителями вреда я хочу в суд зачем хочу встретиться для того чтобы их раздавить закон я знаю что ну со временем если доживем до этого момента мы все это увидим если доживем я хочу что все причинители вреда мне ответили за совершенные преступления все похвально я за я как бы полностью за что вы хотите добиться того ну все я вас прекрасно понимаю сам такой же они из меня сделали идеальную юридическую машину да я так может быть им надо в какой-то степени сказать спасибо потому что без них вы таким бы не стали юридической машины такие знания такие такой характер и так далее но это как это как блять как жить в семье там без родителей возможно там либо там жена там изменяла там что-то какая-то должна быть травма детская там в юношке уже в нормальном возрасте ничего у меня любимая тетечка моя она заслуженный учитель рсср по математике мой папа был легендой магаданского следствия я сейчас не про это говорю я говорю про сам принцип что может быть показать спасибо неким ублюдкам который благодаря которым вы стали сильным человеком а может быть простить их на хуя на самом деле нет никогда в жизни не должны ответить за совершенные преступления хорошо чисто на секундочку давайте представим раз и ваша мечта сбылась дальше что на дальше дальше я хотел бы создать фонд имени сына для помощи детям а может быть сразу перепрыгнуть в эту стадию тесу послушайте те суки сдохнуть сами понимаете в мучительные конвульсиях и тому подобное их брок на карту нет для того чтобы я создал фонд имени сына и для этого мне нужны деньги мой миллиард и все деньги и опущу на помощь детям оставшимся без копичения родителей так вот эта сумма в один миллиард она откуда взялась ну золотой пеленок читали остап бендер хотел миллион у них миллиарды у них просто вы их кругу круги миллиард это минимальная сумма к которыми они оперировали раз вы хотите миллиардами оперировать ну значит вот пожелание остапа бендера я заплатил своей жизни я имею право на этот мир даже больше и просто право такое и я говорю вот альтернатива вы можете мне не платить ни копейки но в этом случае все кто совершил преступление должны сесть на скаме подсудить все можете не платить мне вообще ничего вы вообще верите что это что вы что вы что вы верите что вы добьетесь вот этого вы понимаете что это это несбыточная мечта которая никогда не сбудется и вы умрете и так не получив желаемого давайте трезво разумно заходите значит значит в любом случае вот то что я написал останется в веках с этим я как бы не спорю да вот я умру вы умрете послушайте я умру вы умрете наши видео останется что-то останется после нас там говно там еще что-то что-то может быть и хорошего и полезного да так этого может быть уже уже и достаточно потому что сейчас в иллюзиях что вот мы там что-то сломаем да никто вам не заплатит миллиард никогда никогда всех преступников не посадят дай бог чтобы бошки кому-то подрывать вот своими руками там своему таким товарищем которые мне там что-то сделали дай бог чтоб я это сделал собственно ручно ну просто желание закрыть значит мне мне запрещено сдаваться я не собираюсь применять насилие как я это делал своему я лучше убью их всех словом и закона я их убью всех словом и закона они сделали из меня это чудовище они должны по на стену на свешку и искать они меня сделали таким не хотели они получили то что они хотели я вам открою секрет они не хотели этого им было абсолютно полку ну да да просто они ломали всех но нашелся человек который три раза читал граф монте кристо и я три раза читал граба монте кристо задолго до того я залился в себе если б не было романа графа монте кристо не было бы у меня если бы не было фильмов а свиста спартанцев не было бы у меня просто кто-то попал не на того человека Вот как у меня тоже есть интересная история про судью Белозерскую. Вот она сажала-сажала людей, сажала-сажала, а тут хуякс, блядь, и попался я, блядь, понимаешь? И она вроде как бы и меня посадила. И она прекрасно понимает, что вот для вас там Путин, да, существует, который, как вы говорите, вам что-то там сделал. Для меня, допустим, там что-то пониже уровня. Понятно, что она тоже выполняла чье-то указание, чью-то политику и тому подобное. Конечно, у меня есть вот это вот желание, желание, мести. Ну вот сейчас, например, Тамару привыкли к административной ответственности. Оштрафовали ее в два раза на 4 тысячи. Мы однозначно посадим этих двух судей. Однозначно. И не потому, что я жизнь Ростова превратил в кошмар. А ростовские дебилы должны были поинтересоваться, как в Магадане были перекрещены полномочия председателя Магаданского областного суда, двух его заместителей и председателя городского суда 22 июня 99-го года. Когда была впервые в России обезглавлена пределная власть Российской Федерации. В субъекте Российской Федерации. Рафаэль, правильно я понимаю, что находясь за пределами Российской Федерации, у вас в Российской Федерации есть люди, которые ваши руки и ноги, правильно? Я хожу по судам везде. По всей России. А, то есть вы не находитесь в розыске и тому подобное? Ну, я не знаю, нахожусь ли я в розыске, надо поинтересоваться, но Магадан, самое, я объявил, вот, в прошлом месяце, в конце, что кошмары в Магадан вернутся. Вы в Россию приезжаете? Нет, зачем мне есть... Ну, поэтому я вас и спрашиваю. У вас в России есть руки и ноги, правильно? Которые непосредственно ходят и что-то выполняют. Какие-то задания, какие-то поручения, бумажки, которые вы печатаете, которые вы делаете, кто-то их поддает. Нет, просто в России же бардак и беззаконие. Ко мне обращаются за помощью. И вот люди, которым нужна помощь, я с ними хожу, по органам власти. Я еще раз спрашиваю. Я хочу понять, как вы ходите, находясь за пределами Российской Федерации? Посредственная видеосвязь, вы можете посмотреть. Посредственная видеосвязь. То есть, у вас есть люди, которые так или иначе придерживаются ваших взглядах, ваших идей, и которые являются вашими руками и ногами. Вы с ними ходите в суд, вы их консультируете, вы их направляете, наставничаете и так далее. Есть некий чат, правильно? В Телеграм, в Ватсапе, где-то еще, где вы собираетесь и с друг дружкой общаетесь. Общаетесь, обмениваетесь документами, правильно? Ну, в Ватсапе, конечно, мы общаемся. И по Зуму. Ну, не важно. По Скайпу. Раньше по Скайпу. Какой-то есть ресурс, где вот вы живете. Вас вообще много? Человек. Ну, ко мне обращаются, и я помогаю им. Я понимаю. Я поэтому спрашиваю. Вас много там? Десять человек, пять человек, двадцать, сто? Конечно нет. Конечно нет. Потому что я не хочу помогать тунеядцам. Я не хочу. Я помогаю только тем, кто готов читать и защищать свои права. Это моя идея фикс была. Я мечтал о том, чтобы каждый мог защищать свои права. Но быдло настолько ленивое. Оно не хочет развиваться. Оно не хочет вообще ничего. Оно хочет, чтобы за него работали. И желательно, и бесплатно. Когда вы это поняли? Сколько вам было лет, когда вы, блядь, поняли вот эту золотую истину? Давно вы это поняли? Когда я спустил на быдло все время. Когда я на всю эту мразь спустил все, что ей нужно. А у меня было по тем временам очень много. По тем временам. Еще разок. Вот можете примерно сказать, там, ну, с точностью, я не знаю, там, до года. Примерно в каком возрасте вы поняли, что вокруг вас живет быдло неблагодарное. И утопия верить в то, что будет справедливость, что все будут умные, все будут знать законы, не будет рабов. Все будут равны и так далее. Я все время верю во что-то лучшее. И эта вера все время разбивается. То есть вы до сих пор продолжаете верить, что вот эти бараны вокруг нас могут быть, блядь, другими? Нет, я в это не верю. Я в это не верю, потому что... Да когда вы наконец-то уже поняли, что это, блядь, невозможно, что это утопия? Мне это объяснили мой любимец Лермонтов. Потом мне это объяснил еще и Пушкин. Так, вам 67 лет, правильно, если я правильно помню? 67, правильно? Да. Вот мне сейчас 46 будет 47. По большому счету разница в 20 лет, блядь. Я понял эту хуйню, наглядно, пиздец, была красота показана. Вот когда началась вот эта дребезня вот с этим, блядь, коронавирусом, блядь, я увидел, кто вокруг меня живет. Вот пускай это было, получается, там лет в 45. Да я и раньше это знал, да я и раньше это знал. Потому что я вам говорю, что в 27 лет я выучил наизусть половину романа Евгения Онегина. Да вы уходите от темы. Если вы не знаете Евгения Онегина, значит, вы не знаете людей. Да я знаю охуенно их знаю, охуенно знаю. Это, блядь, приматы, которыми можно управлять на три щелчка. Ну вот, к сожалению, уже 20 часов, мне надо идти бегать. Мне надо идти бегать. Хорошо. Потому что когда я работал по 18 часов в день, себя довел до такого состояния, что было незначительное усилие, чтобы я порвал бицепс. И когда я это понял, что я работы прикончу, поэтому сейчас я должен бегать, загибаться. Все. Ладно, пока. Всего хорошего, Рафаэль. Всего хорошего. Ну вот и все. Тогда нам нельзя здесь оставаться. Нельзя. Но мы останемся. И мы остаемся. Сколько времени? До победы. И только нашей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok